Добрый вечер, уважаемые телезрители! Выездная студия программы «Попутчик» присутствует на 15-й галерее Ильи Сорокина, олдтаймер галереи Ильи Сорокина. И мы продолжаем, собственно говоря, серию репортажей. И в гостях сегодня у нас Александр Бушуев, хозяин, можно сказать, кузовной мануфактуры. Можно так сказать? Можно. Лучше руководитель. Руководитель, ну хозяин, это все-таки дореволюционное. Хозяин – это когда человек имеет, но ничего не делает. А руководитель – это который и имеет, и делает сам. Это уже сложно, это два занятия совмещать, очень тяжело. Но зато так интересно. Александр, на самом деле, ваша машина – это гвоздь, наверное, выставки. И недаром ее вынесли и в рекламные плакаты, поскольку та уникальная работа по воссозданию ГЛ-1, она, ну, ее можно считать, наверное, не то что большой. Вы считаете, что вот это самый лучший, самый лучший проект, один из самых лучших проектов? Потому что это все-таки история Советского Союза, история нашей страны. Потому что то, что вы, извините, вот то, что вы восстанавливали раньше, может быть, на прошлой выставке осенью, это была немецкая машина. А здесь вот это наша машина, причем, ну, она действительно уникальна. Я хочу ответить все по порядку. Мне очень нравится высказывание Энце Феррари. Когда его спросили, какая ваша лучшая машина, он сказал, это та, которую я не сделал. Вот. То есть я считаю, это хорошая машина, да. И идея сделать ГЛ-1 лицом нынешней выставки как раз пришла нам с Ильей Сорокиным еще в том году на осенней выставке. Потому что интерес показывать машины ихние, мне кажется, на мой взгляд, не настолько интересный, чем показывать наши, даже те же героические вехи, наши истории, связанные с автомобилями. Вот. И на предложение ГЛ-1 как раз вот она еще только строилась, еще завершающий этап. Илья Сорокин откликнулся очень хорошо, то есть ему эта идея понравилась. Причем он ее развил в больших масштабах. Я даже не думал, что он выставит ее вот именно вот в таком виде, и так все красиво получится. Сказать, что эта машина у меня лучшая в мастерской, имеется в виду, да, наверное, одна из лучших. Но все машины, которые мы делаем, а вы должны понять, я не делаю, то есть я не организую, не организовываю работу по постройке машин, если мне она не нравится. То есть все машины в нашей мастерской только такие, которые вот просто все любят. Понимаете? И ГЛ-1 ведь история создания, воссоздания этой машины пришла, знаете, тоже на очередной выставке у Ли Сорокина мы как раз показывали, то ли грузовик какой-то, то ли броневик. Не суть важна. Я посмотрел, на выставке были машины черного цвета, белого, серого, зеленого, то есть не было яркого пятна. А так как известный художник Александр Захаров мой друг, и, соответственно, мы выпустили книгу, я посмотрел, и реально мне ГЛ-1 на тот момент понравилось, что вот, это та машина, которая будущего. Причем мне очень нравится говорить, когда говорят, вот эта машина, гвоздь программы, это приятно, безусловно. Но я смотрю, какие машины сложные у других, у того же Жени Шаманского, это просто уникальные вещи. В каретный двор вот этот ЗИ-110, а у нас ГЛ-1 без крыльев, без дверей. Ну, просто она такая очень, у нее дизайн такой антуражный, фантастический. Да, в любом случае мне она нравится очень, и люблю ее. Ну, она действительно красивая и элегантна, как может быть, наверное, красивый и элегантен болид именно, который использовался для гонок, для которого было, в принципе, ведь тот рекорд, который установил этот автомобиль, рекорд скорости, благодаря своей вот этой каплевидной, обтекаемой форме, причем же здесь классическая форма, особенно филейной части, задней части кузова, которая напоминает каплю или хвост рыбки, а это же была традиция в тот период создавать такие машины. Вы знаете, я вообще считаю, вот, ведь ГЛ-1, чем еще интересно, это первая профессиональная гоночная машина, потому что до нее делали только автолюбители, то есть любители в гаражах как-то самостоятельно. Эта машина в любом случае делалась на заводе, на Горьковском автозаводе, подходили туда очень профессионально. Понятное дело, что конструктор Агитов, непосредственно принимавший участие при создании, и гонщик-испытатель Николаев, это в большей степени их детище, но в любом случае все новые достижения на тот момент Горьковского автозавода, все прокатывались на этой машине. То есть они были выпущены? Да, все, все, вот что приходило, потому что вот когда эту машину создавали, у нас исходный материал был, много очень фотографий. И когда начали чертить кузов, а принимал участие в чертежах известный чертежник Виктор Мальгинов, он тогда обратил наше внимание, что даже боковины капотов на фотографиях разные, со стороны это не так бросается в глаза. А когда начали изучать, то я насчитал, 4 выпускной системы, 3 вида боковых створок капота, 2 приборные доски, то есть 2 или 3 рамы разные было, хотя, потому что была такая фотография, где не было клепок, то есть как они эту поперечину крепили к основной, непонятно вообще. И мы сделали, когда меня спрашивают, насколько она аутентична, да, я всегда говорю, что наша ГЛ-1 это самая последняя модификация ГЛ-1, вот ее как раз и разбомбили. Вот, но если не шутить, то получается, что они взяли с конвейера машину, сняли кузов, сделали свой, более аэродинамичный, и постоянно с 1938 года они ее модернизировали. То есть эти фотографии как раз показываются, что они этой машиной проживали свою, как бы, ну, я не знаю, спортивную жизнь. В принципе, я бы, может быть, сказал, что это еще, помимо того, что люди могут увидеть, наконец, воплощенное в металле то совершенство, которое, ну, характеризовало автомобилестроение тех лет, это еще и, наверное, некая дань покойному ныне, к сожалению, Льву Михайлову Шигурову, который вместе с Русланом Николаевичем, они ведь делали эту серию в журнале «За рулем», когда они создавали, воссоздавали с помощью художника Захарова и ума, и таланта Льва Михайловича Шигурова, как бы, эти автомобили знакомили нас не только с историей автомобильной, но и с новинками. А подобные автомобили, вот, к сожалению, судьба складывается таким образом, что очень многие машины, действительно, которые, ну, не имели аналогов на тот период за рубежом, они не сохранились. И здесь вот ваша заслуга еще в том, что вы знакомите благодаря, пусть воссозданным моделям, но, тем не менее, людей с собственной историей, с историей собственной страны. Ну, в любом случае, когда вышел рисунок Захарова в журнале «За рулем», это в 78-м году, я был или в третьем, или в четвертом классе и собирал эти журналы только из-за этих рисунков, то есть я на них вырос. И вы правильно сказали, подметили такую вещь, что многие, там, дети, взрослые, то есть те люди, которые мечтают по машинам, то есть не мечтают иметь машину, а ходят на выставки, изучают как-то историю, там, библиотеку свою создают, ну, не суть важна. То есть они видят это или в фотографиях, или на рисунках. То есть мне была интересна идея, какая она была все-таки живая, то есть каких размеров, как она вблизи смотрелась. Потому что вот, я вам честно скажу, когда я сперва увидел рисунок Захарова, мне очень-очень понравилась машина, но когда я увидел черно-белые фотографии, я сказал, нет, какая-то примитивная, достаточно некий болид, который вот на какое-то время там совершил этот рекорд. И я подумал, я всегда боялся, что если я сейчас организую, и работа будет по застанию ГЛ-1, не получится она такая некрасивая. Нет, ничего подобного. То есть рисунки Захарова, они как раз более продивые, чем фотографии. А то, что история России, да, интересна, потому что мне многие, даже журналисты автомобильные, задавали вопрос, что, то есть неужели она была? Она была. То есть многие, не говоря уже о простых обывателе, которые, ну, просто нравятся автомобили. То есть, да, интересно. И будущие наши проекты, они связаны, ну, вот сейчас они связаны только с историей Советского Союза, России. А вообще вот воссоздание автомобиля по фотографиям, это же сложнейшее дело. Как вот выдержать пропорции? Ну, фотографии можно же растянуть, увеличить, уменьшить. Как выдержать пропорции? Где найти то искомое, ну, те искомые размеры, которые были? Ну, вот есть этот двигатель, мы его сейчас видим. Мы можем сейчас его измерить и сказать, вот он такого-то, такого-то размера. Но я его сфотографирую, растяну, увеличу, вытяну вверх. Это будет совершенно другое. Как вот это достигается? Ведь это же не первый проект ваш. Это действительно огромная работа, и все машины, они практически полностью идентичны тому, что существовало на тот период. Ну, я вот приведу пример как раз БАШ-64. Первая наша машина, воссозданная, была БАШ-64. Как раз рисунок Захарова тоже есть по этой машине. Но с ней было проще. Те машины, которые сохранились в музеях, или есть чертежи, с ними проще работать. То есть мы поехали просто в музей вооруженных сил СССР, сняли, обмерили и сделали машину. Андрей Леонтьев, кстати, ездил на этой машине. Да, он снимал фильмы как раз. И машина получилась даже лучше, чем в музее. Не из-за того, что она лучше покрашена. Нет, просто там машина, которая в музее, она внутри практически вся уже уничтожена. То есть она стоит на улице, снег, дождь. Плюс ее привезли опять не своим ходом, а так ее притащили туда на буксире. У нас машина, она ездит, и ГЛ-1 также ездит. То есть она полноценный автомобиль, он живой автомобиль. Так вот, с ГЛ-1 труднее, потому что нету чертежей оригинала, но есть база ГАЗ-М1, есть пропорции радиаторной решетки. То есть чертежнику проще. Но опять, чертежи мы ждали где-то 3-4 месяца. Когда сделали болванку деревянную под жестянщиков, по этим чертежам, болванка оказалась немножко в размерах поплыла. То есть мы ее еще и подгоняли. То есть это процесс, это ступенька за ступенькой. То есть вот этот труд в 4 года, это день за днем кропотливой работы. То есть вот я когда повторюсь, сказал, что 37 человек у нас работали. То есть в день иногда работает 3 человека. Иногда в мастерской работает 3 человека, но подрядчики кому-то мы раздаем заказы, там работают люди. То есть процесс этот, он трудоемкий, длинный, но участвует на такой выставке и, видя восхищенные взгляды людей, понимает, что этот труд не напрасный. То есть мы, ведь здесь же какая-то тонкая такая нить. Захаров подарил мне мечту. То есть он подарил рисунок мне в детстве. То есть он дал возможность мне фантазировать. То есть я мечтал об этой машине, что вот когда я вырасту, может быть я на ней поезжу. Я тогда не знал, где она, эта машина, сохранилась. То есть это было... Некая детская мечта, как мы все, что-то видим, мечтаем, нам что-то хочется. И когда ты вырастаешь, оказывается, что может быть этого и нет, собственно. И вот это разочарование. Самое главное, что вы смогли сделать, наверное, то, что многим недоступно. Человек теряет мечты. И мы старее, взрослее. Мы начинаем разочаровываться в своих детских мечтаниях, помыслах каких-то, еще что-то. А здесь вот вы фактически... Вы все-таки хозяин. Вы хозяин, потому что это очень важный момент, на мой взгляд. Ведь если взять любого хозяина, у которого были огороды, сады, это у нас раскулачивали в Советском Союзе. Но люди-то работали. Работали они вместе, наравне с людьми, которые то же самое делаете и вы. Это тоже важно. Главное, чтобы меня не раскулачивали. Нет, 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 нет. Ну быть, про это время прошло, я надеюсь. А я вам хотел еще сказать. Вот смотрите, какая интересная вещь. Вот Захаров подарил мне мечту. Захарову, соответственно, подарил мечту Лев Шугуров. Потому что он вел эту рубрику, и Захаров реализовался в его рубрике. Но Шугурову и подарил мечту тот же Николаев и Агитов. Они сделали. А что происходит сейчас? Сейчас университет в Строгановке, они провели конкурсы, и сейчас есть даже дипломные работы курсовые по видению студентов ГЛ-1 только будущего поколения, то есть гладиаторов. Это немаловажно. То есть они видят, что я с людьми, с своими близкими смог это воплотить. И вы не представляете, какой у них сейчас вот этот позитивный посыл. То есть они уверены, что если они рисуют, когда-то эти машины будут ездить на дорогу. Потому что, к сожалению, наши заводы, они редко обновляют свои машины, и они понимают, что, наверное, их жизни не хватит, чтобы завод ГАЗ или ВАЗ выпустил новую машину. Но в то же время я считаю, что маленькие мастерские, допустим, как наши, как вот очень много ребят, которые занимаются сейчас, они могут делать уникальные вещи. Ну, на самом деле, у вас работа не менее интересная, чем у реставраторов, которые восстанавливают и воссоздают автомобили, поскольку вы фактически создаете машину с чистого листа, как это было уже не один раз. Может, вот как нет оригинального экземпляра, а здесь, ну, я могу честно сказать, что если вот появилась такая машина на дорогах сейчас, она бы привлекла внимание. И если вот сейчас вот просто сесть на ней, в нее и выехать на улицу, я думаю, что многие бы перестали смотреть на Феррари, Ламборгини, а смотрели бы на этот автомобиль. И мало бы кто знал, что это отечественная машина, отечественного производства. Согласен, дизайн у нее просто фантастический. Кстати, вот это же правдивая история, что Чкалов, когда увидел ее на Киевской трассе, он захотел проехать на ней. Да, это правдивая история. Была машина еще первой серии, без колпака и с четырехцилиндровым двигателем. Он как раз был судьей очередных вот этих автомобильных соревнований, и он прокатился на ней, да. То есть это известный факт. Это тоже о многом говорит, между прочим. Собственно говоря, Чкалов любил быструю скорость. И, конечно, в какой-то мере, поскольку он был человеком военным, он был хулиганом, потому что то, что он себе позволял, но он был и профессионалом. И профессионалом, который заслужил такое отношение к себе и то, что ему прощались вот эти вот некие отступления от норм, которые приняты. Вообще судьба автомобилей. Вот вы создаете что-то. Что дальше? Ну, я считаю, что вот моя роль – это явное производство. То есть мне это нравится. Причем я нисколько не лукавлю, когда говорю, что я уже в хорошем смысле слова болен следующим проектом. То есть уже сейчас озвучен следующий проект. Это с Сан Санычем Пикуленко. Это «Москвич-412» ралли «Лондон-Мехико». Не сложный, в принципе, проект по воспроизводству, но интересен. То есть 70-й год, сейчас юбилейный год. 26 тысяч километров. Да, 26 тысяч километров. Все машины дошли. То есть герой, то есть победили на обычных москвичах. Плюс Сан Саныч принимал участие как раз в подготовке настоящих машин. Вот этот проект как раз интересный, он очень патриотичный. Он, получается, не знаю, подходит такое слово немножко долгоиграющий. То есть сейчас мы хотим показать на следующей выставке Ильи Сорокина, а в следующем году Сан Саныч уже пригласили на тур Европы. Плюс в Лондон хотим съездить. И получается, можно немножко, знаете как, это же ведь искусство, которое раскрашивает нашу жизнь. То есть есть серые будни, есть какой-то криминал, какие-то, это, кризис. И вдруг машина, та энергетика, это Лондон, Франция. То есть проехать по всем этим дорогам. Не то что повторить, как они проехали 26 тысяч километров. Это вообще проехать хотя бы до Лондона и обратно. То есть просто насладиться даже вот этой поездкой, понимаете. Или вот у нас еще есть проект Рассани 20-х годов. Они физически не могли сохраниться. То есть их эксплуатировали зимой, летом они стояли под дождем, и через два года они просто сгнивали. То есть есть историк Александр Кериндас, у него есть полностью документация по этим Рассаням. И дай бог мы воссоздадим эти Рассани. Я вообще понял, что так как я, в принципе, пришел из кино и занимался макетами, наверное, как это сказать, не знаю, моя фишка – это вот именно некая фантазия. Принести в мир реставрации фантазию как раз вот через машины, которые утеряны. Ну, это действительно интересно. И любой мужчина, наверное, мы всегда же говорят, что мужчины продолжают играть. И каждые игрушки только разные. Кто-то, например, увлекается спортивными автомобилями, кто-то увлекается восстановлением старинных автомобилей. У вас несколько иная. Вы вот делаете большие игрушки, действующие игрушки, которые можно… Может быть, это обидно, я не знаю, но для меня лично это все равно, это игра некая. Мужчина должен быть увлеченным, и он должен самореализовываться в чем-то, в работе. А у вас получилось то детское увлечение, которое было, оно переросло в работу. Я почему? Я неоднократно, вот я в третий раз повторюсь, вы хозяин, потому что это очень важный момент из-за того, что вы воплощаете, может быть, те детские мечты собственные, которые у вас были, и, может быть, льете бальзам на душу другим людям, тем же уже ставшими взрослыми мужчинами, тем детям, которые когда-то это видели и хотели бы увидеть и потрогать это живую. И вот она, пожалуйста, это не первый раз, на какой галерее у вас постоянно новые машины. При этом все это выдержано еще, это тоже важный момент, это тоже элемент игры. Вокруг стоят люди в той же одежде. Если прошлую выставку взять, у вас ходили фашистские охватчики. Штирлиц. Штирлиц были, фактически, да. Здесь девушка и молодой человек одеты как раз именно в ту одежду, которые они могли ходить в тот период. Это тоже некий элемент игры. И здесь, как бы, я думаю, что те, кто не пришел на эту выставку, не видел этого автомобиля, они, если честно, я могу сказать, потеряли очень много. Ну, безусловно. Конечно, фантазии, конечно, детство, но в то же время интересно реконструкция истории. То есть, если на этой машине человек развил эту скорость и стал героем, вот, то хотелось бы передать этот дух. То есть, человек, пришедший сюда на выставку, он соприкасается с этой историей? Ну, это, наверное, самое важное, потому что, как бы, кстати, вот я, может быть, еще раз повторюсь, дальнейшая судьба. Может ли, предположим, если говорить про Хольф, он реально мог сниматься и будет сниматься, скорее всего, в фильмах. Как бы, что с этой машиной? Вы не зря сказали, что вы пришли из кино. Для кино очень важен момент, когда на машине можно ездить, что-то не бояться поцарапать, предположим. Потому что здесь просто закрасил и все. Хотя, я представляю, те физический труд, те умственные затраты, которые были вот на этом автомобиле воплощены, да, собственно, это же действительно очень сложно. Нет, я скажу, что вот у меня есть точные градации для кино и не для кино. Эта машина воссоздавалась и не для кино, потому что она имеет очень большую себестоимость, она дорогая. И по времени уже понятно, то есть за 4 года невозможно сделать что-то дешевое. То есть одно время говорить. Но почему я думаю, что эта машина будет востребована? Я просто представил, кому она будет интересна. То есть кино у меня отпадает, однозначно, они могут снять рекламный ролик, но не кино. Коллекционер. Имеет целую линейку лимузинов. Имеет машины следующего уровня, то есть Волги там, то есть у него есть коллекция. Но ГЛ-1 в свое время, она открывала парады автомобилей в Горьком. То есть она шла по главе колонн. И я считаю, что это правомерно, такую машину, созданную таким трудом и под такой же технологией, и уже со своей дополнительной историей, быть центром, то есть я, знаете, мне очень нравится быть бриллиантом в чем-то коллекции. То есть безусловно. Потому что, ну не сохранили мы этих машин, но разбомбили эти немцы этот завод. Что теперь? Мы вычеркиваем это все, и у нас нет ничего? Нет. Есть машины, которые сохранились, и есть наши машины, которые мы воссоздали. Для кино машины делаются не за такой промежуток, у них другое качество, и они рассчитаны на эксплуатацию жестких трудах. Эта машина сделана на уровне именно реставрации. И она, я думаю, найдет достойное место в любой серьезной коллекции. А может быть, немножко о технических характеристиках автомобиля. Что там стоит сейчас за двигатель, что за трансмиссия, потому что это тоже интересно. у нее стоит все, как было на последней модификации GL-1. Потому что я говорю, что стоит там шестицилиндровый двигатель, мосты, там все, как вот на ней, приборы, хром, все соответствует. Глушитель даже на ней висит, потому что есть фотографии, где, принимая участие в парадах, на ней вешался глушитель, чтобы вот этот рев все-таки не заглушал наше приветствие правительству местному. Когда она выезжала на трассу, глушитель, соответственно, снимали. Вот. Все соответствует, сделано. Я даже не знаю, там даже проводка и то сплетена так, как на ГАЗ-М1, ГАЗ-1-73. То есть у нее все. Изменен воздухозаборник, там фильтр стоит другой, то есть он немножко не влезал в этот меньший объем подкапотный, он изменен, сделан по той же технологии. То есть там нет современных деталей. То есть машина вся соответствует. Мальцена, какой вопрос. А она сейчас установит тот же рекорд? Можешь ты его побить, если ее обкатать? Я как раз боюсь другого. То есть если она его все-таки превысит, что тогда делать? Тогда получается наша мастерская круче, чем Горький автозавод, я шучу. Так это же хорошо. Фактически силами небольшой команды был бы создан автомобиль, который побьет автомобиль, в свое время созданный целым коллективом огромного завода. Ну помните, как раз была тоже осенняя выставка у вас, я был в передаче, и там прозвучало такое, что если бы Гитлер узнал, что в кузнамной мануфактуре Бушуева сделают его самый любимый сложный автомобиль Хорьх, то есть три человека, он бы никогда не напал на Советский Союз. Понимаете, мы когда с Андреем Леонтьевым обсуждали некий небольшой фильм по ГЛ-1, я предложил такой сценарий, где проходят испытания, ГЛ-1 бьет рекорды, что приезжает какой-то там генерал, есть конструктор, есть гонщик, и есть праздно-шатающий, который просто ходит своим фотоаппаратиком, и когда его замечает охрана, его просто отгоняют, и ГЛ-1 совершает свой подвиг. Следующая картинка, Пруссия, этот человек распечатал ГЛ-1, и мы видим Адольфа Гитлера, который увидел фотографию, сказал, я ее хочу, только нет, это же в Советском Союзе, я ее хочу любым способом, понимаете, и вот этот вот сценарий, как бы, юмора, что Гитлер, увидев эту машину, напал на Советский Союз, ну, понимаете, ну, почему нет? А почему бы и нет? Мы же не знаем точно, что у нее было в голове, да? Может, она ему действительно очень нравилась. А машина действительно уникальная, это цельнометаллические колеса, аэродинамический кузов, ведь колпак вот этот появился тоже на последней модели, он был сделан для того, чтобы улучшить аэродинамику машины, вначале его не было, а сейчас вот вы, к сожалению, опять же, я очень, мне жаль тех людей, кто его не увидит вживую, но мне кажется, что, где она, кстати, будет выставлена, и где ее можно будет посмотреть, это тоже интересно, наверное, будет услышать тележрителям, кто не пришел на выставку. Я хочу сказать большое спасибо музею Автовиль, там прошла презентация как раз для журналистов, была предварительная презентация, и сейчас после этой выставки она поедет на какое-то время выставляться в музей Автовиль, ее вот можно будет, наверное, в течение месяца посмотреть там, я очень рекомендую. Но это можно посоветовать сделать москвичам, поскольку вы здесь находитесь, и те люди, которые живут не в столице, а живут в других городах, если вы в течение ближайшего месяца окажетесь в Москве, вы сможете увидеть этот автомобиль вживую, если не пощупать, то хотя бы посмотреть на него, заглянуть в него, поскольку машина действительно этого достойна, она, ну она уникальна, она реально уникальна, это нечто такое, что, чему можно позавидовать. Причем они же не только ездили, они же ее и делали, что немаловажно. То есть они ездили на том, что вложили свою душу, то есть реально вложили, то есть они по бинтикам собирали. Ну это действительно так, и машина тем и хороша, что она как бы позволяет, наверное, увидеть тот уровень инженерной мысли, тот уровень развития мысли людей, которые работали, и их трудозатраты, которые, в общем-то, они воплотили в металле в этих автомобилях. Да, это точно. Это здорово, потому что многие считают, как-то понеближительно относятся к собственной истории, а здесь это лишний раз доказывает, что в Советском Союзе и в России автомобили делать умели все-таки. Умеют, и мы это еще и подтвердили. Лишний раз. К сожалению, многие не сохранились, как было вот с этой машиной. Многие проекты не нашли своего применения, и за это, в принципе, Александру Бушу огромное спасибо, что он воссоздает для нас некий кусочек истории и пытается сделать это. Самое главное, что делает он это хорошо и качественно. Те модели, которые я видел, они действительно очень похожи на реальные экземпляры, и это самое главное, поскольку понятно, та душа, видна, вернее, та душа, которой вы работаете и вкладываете ту душу, и вся ваша команда, собственно говоря, потому что это все равно команда единомышленников, это не просто люди, которые пришли с улицы, которые готовы это делать, делают это и воплощают, собственно говоря, равнодушных нет. Ну, это самое главное. Александр, огромное вам спасибо. Спасибо, что нашли время. Хочется пожелать вам удачи и как можно больше новых проектов, и чтобы у вас меньше было проблем, может быть, для их воплощения, чтобы как можно, может быть, я не имею в виду, чтобы сама команда увеличилась, но чтобы те люди, которые там работают, они оставались такими же, может быть, больными. Это действительно в хорошем смысле, упомянутая больными, это идеи, воплощением этих идей, и это здорово. Я хочу также добавить, что я желаю больше совместных проектов с вашим телеканалом. Ну, это всегда, пожалуйста, мы будем всегда готовы это сделать. Спасибо вам большое, и всего вам доброго. Выездная студия телеканала «Авто Плюс», программа «Попутчик» продолжает свою работу, и сейчас у нас в гостях Евгений Шаманский. День, добрый день. Вечер, вернее. День, на самом деле, у меня два самых главных вопроса. Как поживает автобус, и что интересного можно посмотреть на выставке у вас на стенде? Что касается автобуса, мы его планируем начать только весной, мы ждем весны, потому что это очень большой, и разбирать его, вы видели, он очень сильно ржавый, чтобы поменьше было грязи, мы решили разбирать его на улице. Поэтому ждем весны. В этом году начнем. Когда закончим, не знаю. Это процесс долги. Да, он несложный, он просто очень большой, там много работы. Она не так сложная, как много. что касается на стенде, мы показали здесь сейчас шасси, это ZIS 33, это полугусеничный автомобиль на базе ZIS 5. Вот то, что вы там видели, это можно было одеть на любой ZIS 5 грузовик. А, то есть фактически некая такая конструктор. Конструктор. Да, да, да. Можно было одеть, там в течение 5-6 часов это можно было одеть. И достаточно просто. На мой взгляд, очень дурацкая конструкция, но она была. Была и как-то, как-то эксплуатировалась. Потом пошел уже ZIS 42. Он сейчас тоже в работе. Мы сейчас, он просто совсем такой, в начальной стадии, мы его не стали показывать. Но я думаю, что там через полгодика, через годик мы его уже покажем. А так, да, автомобиль уникальный. Собрали мы его за несколько лет. И с разных мест. Все в основном копанное. Все абсолютно оригинальное. И мы его видели достаточно на таком ветхом состоянии. Такого прожившей жизнь уже этот ZIS. Ну, тем не менее, он был, эксплуатировался. И цели-то основные его и задачи, какие ставились перед машиной. Ну, цели какие были? Увеличить проходимость по снегу, по грязи, по болотам. Но частично выполнял свою работу, но очень был ненадежный и плохо управляемый. Ну, кстати, управляемость для того периода, она характерна для многих автомобилей. Она не лучшая, в общем-то, с одной стороны, с другой. Для своего времени, наверное, это... Для своего времени, наверное, это было такой серьезной, назовем это серьезной попыткой в развитии. но все равно немножко неудачно. Ну, если сравнивать его, предположим, с СДКФС, немецким полугущим бронетранспортером, у того надежность была. Недаром его выпускали это и в Чечесловакии. После... И все-таки у него были фрикционы и у него разница была по гусенице. Здесь он как крутился прямо, так и... И радиус поворота должен был быть очень большим. То есть, основная проблема заключалась именно в этом? И в 42-м то же самое. Малейший радиус захватывал или неровность, слетали сразу гусеницы. А, то есть, в принципе, машина была ненадежной именно с точки зрения... Прямо он ехал прекрасно. Ну, прямо всегда лучше ездить. Повороты и тормоза это так... Не самое интересное в жизни. Тем не менее, вообще, какие планы и что еще можно ожидать? Вот понятно, что большая работа, понятно, что много очень машин. Но, тем не менее, вот, если сравнивать с предыдущими автомобилями, которые были показаны, в чем заключается основная разница? Ну, я сейчас стал заниматься редкими, уникальными автомобилями советского... Автомобилем советского автопрома. Сейчас у меня в работе и на заключительной стадии это ГАШ-61, это полноприводная М-ка. Но с шестицилиндровым мотором. Это как бы 1,73 полноприводная. Вот он у меня заканчивается. Я думаю, что, может быть, осенью я его уже покажу готово. Также из уникальных, вот у меня ЗИЗ-42 в работе, ЗИЗ-33. И приступим к весной ЗИЗ-155, это как раз автобус. На очереди у меня там ЗИЛ-118, это ранний микроавтобус, очень красивый автомобиль. Вот ребята с Краматорской его уже сделали, кстати, вот с Украиной. И так, в ближайшей перспективе, наверное, все. Тем не менее, вот если говорить про автобус, насколько, почему объем работ большой только из-за самого размера, масштабности? Там просто. Он очень хорошо комплектный у меня, он просто весь гниет. Там просто, там простая работа, просто ее много. Делаем мы его хотим, еще почему, потому что это достаточно эксплуатируемая и надежная машина была от того времени, и мы хотим посещать еще не только наши российские выставки, а показать себя еще и на зарубежных выставках. За рубежом, потому что, ну это действительно автобус уникален. Он очень красивый. Он действительно красивый. Вот 127-й здесь был до него, но он был шире, когда Советский Союз присоединился к этим международным европейским правилам по габаритам. Здесь 127-й он чуть выходил, по-моему, на 20 или 30 сантиметров. Ее порезали, и тогда запустили 155-й. А, то есть фактически это была, уже можно сказать, на все 100% это была европейская машина. Да, она отвечала всем требованиям того времени. Ну это в принципе важно. Да, важно, и он по-настоящему красив был для того времени. За этот автобус не было стыдно. Ну, у нас много было разработок, можно вспомнить и юность нашу. Ну вот, 118-й, про которую я говорю. Да, 118-й, поскольку, с одной стороны, сложно представить себе 17-ти местный легковой автомобиль, но он классифицировался как легковая машина, и особенно интересен, вот, наверное, тот вариант, который потом в Кремлевке эксплуатировался, это машина, которая, скорая помощь, там врачи могли реаниматься. Она, кстати, у кого-то из ребят в Питере, они тоже хотят ее реставрировать, это именно санитарная машина. Их же было всего две. Если не одна. Либо две, ну совсем мало. Либо одна, либо две. Ну вот это обидно, потому что, кстати, говорить есть о легкости, о дизайне, там, если вспомнить зеркала заднего вида, вот этой вот необычной формы, элегантнейшая. Это удивительно, элегантно смотрелось, и вот эти тонкие стойки, на которых держалась сама крыша, это, ну действительно, придавало такую легкость, вроде бы громоздкой, огромной машине. Ну это фактически автобус. Но тем не менее, в общем-то, и салон был решен в тот период, как бы, ну на мой взгляд, это заслуживало уважения, учитывая особенно те сроки, за которые разработано было это. Ну и он абсолютно заслуженно тогда завоевал сердца любителей автомобилей того времени. Это очень красивый автомобиль. У меня повезло, он в высокой степени комплектности. У меня не будет проблем с комплектацией. А, то есть... У меня просто работа. Почему мы долго делаем машины, некоторые там, ну там, от трех до пяти лет, это проблема найти, это проблема скомплектовать. Мы стараемся найти и поставить все абсолютно оригинальное. То вот ЗИЛ-118 и у меня полностью комплект. Там просто... А вот честно, работа не мешает семье или жизни? Ну, наверное, моя семья вся привыкла, и это стало уже образом жизни. Честно говоря, наверное, если я этим не буду заниматься, появится какая-то пустота в нашей семье. Потому что это уже часть меня, часть нашей семьи. А насколько в принципе семья принимает участие именно вот в работе? Только терпением. Физически никак. Только терпением. Я благодарен своей супруге, своим детям и с пониманием ко всему этому относятся. И никак не проявляется в нашей семье, что как-то я это ущемляю. Уважаю то, что я делаю. Ну, это же огромный труд. И с физической точки зрения, если говорить, это же и работа довольно большая, изнурительная и она отнимает много времени. Потому что правильное восстановление любого автомобиля это ну огромный труд. Там несколько факторов это сложно. Это долго. Это очень затратно. Но самая большая проблема во всем этом терпения. Когда это долго, несколько лет делаешь и не видишь конечного результата, за этот период зарождается неоднократно депрессии. И вот удержаться и вот набраться терпениями это очень. Самое сложное представление это терпение. А вообще вот как бы если говорить о сложности, сейчас вот по прошествии какого-то времени период собственно говоря ничего удивительного в том, что в России изначально было сложно этим заниматься. Сейчас наверное проще, потому что появились выходы и за рубеж, ты можешь заказать что-то. Плюс я знаю, что вот Бош тот же организовал это, если касается импортных машин, у них есть полностью как и у Мерседеса действительно их проще собирать, потому что все штампы они сохранены, все чертежи они есть. Вот здесь основная сложность в комплектности и в комплектации дальнейшей при реставрации автомобиля она в чем заключается? В поиске чертежей, в поиске оригинальных деталей, в изготовлении каких-то деталей, это ведь тоже проблема. Там опять же весь спектр очень сложно найти. Проблема сохранности чертежей это большая проблема. Но еще в чем есть в Европе очень хорошо развита вся индустрия. Ты поехал и заказал какую-то отливку или какой-то штамп. В России это очень сложно. Особенно с отливками. Я делаю 33-42 очень много литья. Это проблема. Ну и вообще как-то все не очень ответственно. Раз это не организовано у нас это с проблем со сроками, проблем с качеством, в принципе выполнением. Даешь какие-то образцы единственный там сохранился какой-то элемент даешь как образец его могут утратить его могут потерять его могут испортить и из этого всего и состоит реставрация. В России она экстремальная на самом деле. То есть можно сравнить ее наверное с прыжками с вертолета то что запрещено на лыжах когда или на сноубордах прыгают с вертолета. Не ну там наверное просто взял себя в руки прыгнул и проехал там закрытыми глазами здесь так не получается. закрытыми там не получится можно разбиться здесь действительно надо смотреть ну на самом деле вот конечный результат вот взяли машину вот ну предположим тот же автобус как бы он ржавый понятно да отреставрировали сделали он готов вот готовая деталь дальше что а вот не получается так что ты что-то сделал и потом наступает некая пустота от того что ну вроде бы работа сделана понятно что затрачено много сил денег на это то есть приходилось что-то решать решать какие-то проблемы вот она сделана все или поэтому так много машин сразу в работе чтобы не останавливаться уже не дай бог да это так немножко ощущение такое могло бы возникнуть и я от этого немножко опасался нет на самом деле не происходит потому что не закончив все этот объект уже рождается другой на самом деле когда остается как мы называем губы накрасить да собрать уже что-то уже на этой стадии я живу уже другим объектом он уже уходит когда он почти готов он уходит все-таки на второй план и уже живем и я и вся команда нашей мастерской уже погружаемся в другом не забывать не скучать пока не приходил слава богу а вообще вот команда это же единомышленники ведь недаром вот все-таки в любом случае это дело не одного человека поскольку ну одному нереально осилить такой объем работ это же люди должны болеть этим помогать друг другу в чем-то да то есть иногда же ну бывает что что-то не получается как правильно сказали что утратили деталь предположим отдали на отливку и утратили и что делать вот как бы это ведь тоже проблема да но я могу сказать что то чем мы занимаемся нельзя работать вот что касается коллектива и команды нельзя работать только за деньги это если это надо только любить но при этом еще и быть профессионалом в своей в какой-то области ведь у нас достаточно разделено у нас жестянщик там моторист у каждого своя работа если специалист хороший но не очень любит а делает потому что хорошо платит ничего хорошего не выйдет это надо по-настоящему любить это надо быть это становится образом жизни но это некая фанатичная преданность собственному делу вернее делу которым ты занимаешься и я могу сказать что главное удовлетворение когда вот этот продукт и ты можешь с ним сфотографироваться и вот у меня вот ребята говорят что да я там когда-нибудь будет время когда я приду мой там внук или правнук будет держать меня за палец в каком-то музее я скажу вот эту машину делал я это вот этими эмоциями вот этими чувствами люди живут ну это наверное важно и вот эта самоотдача стопроцентная она в общем-то хороша была наверное в любой работе это самое важное потому что тогда бы может каких-то проблем удалось бы просто наверное это должно быть везде и во всем но в этой области это должно быть выражено многократно сложность еще в России в чем заключается вот я недаром упомянул тот же Mercedes там все просто действительно те же детали Bosch они есть чертежи они сохранены ведь у нас что-то делалось на коленке как та же юность ведь это фактически работа велась параллельно вместе с созданием представительского лимузина для членов политбюро и вдруг люди решили сделать что-то судьба у машин ну практически грубо говоря никто же денег на это не выделял и люди сделали все это вот с чистого листа соответственно многие чертежи же особенно если касаемо тех моделей которые не пошли в производство в дальнейшем они же утрачены вот каким образом вообще удается воссоздавать все это по образцам ведь их было сделано по-моему 18 машин машин да и все-таки у кого-то в той или иной степени их буквально там везде ну наверное 5-6 машин сохранить если у меня там чего-то например нету есть у него я могу взять образец удалось им помогают все сотрудничают можно отлить заказать начертить это все долго это все сложно но в итоге это возможно многие кстати вещи мы заказываем в Европе это же очень много что касается резины любой любые штампы любая химия все заказываем в Европе что касается там тема газовской ведь это же Ford A и Ford AA вот эти полуторки я например заказываю много за частей в Америке даже и там все это поставлено очень хорошо организовано как обычный современный автомобиль есть специальные организованные структуры заказывают все присылают все очень цивилизованно организовано и могу сказать что сбоев наверное бывает меньше чем в обычных каких-то повседневных автомобилях кстати интересная такая вещь у нас заводы говорят что не на чем зарабатывать но можно было бы зарабатывать элементарно на подобных вещах это маленький рынок на самом деле вот мы вы же практически всех тех кто занимается этим делом вы же лично всех знаете естественно всех по пальцам но заводу не интересно это не заработаешь и никогда не оправдать и в итоге ну каждый из реставраторов что-то делает у меня ребята там одни делают там резинки другие там какие-то формы там стекло там отливают третье там какое-то литье в итоге она организовывается тусовка я уже по многим вещам не вижу проблем я знаю кому звонить я знаю что кто на чем сконцентрировался я у него покупаю так же и он что-то у меня заказывает это какая-то кооперация рождается и этот рынок тоже в России тоже начинает формироваться дисциплинироваться но к сожалению если вот сравнивать отношения предположим тех же заводов западных к истории автомобильстроения к своей истории у нас ведь это понятно что я подозреваю что конечно мерседесов и моделей мерседесов было выпущено больше чем тех же газовских автомобилей понятно что это некий может быть даже не особо приносящий доход но тем не менее некая помощь которая оказывается тем же реставратором в сохранении собственной истории и истории страны как таковой это же тоже очень важный момент почему если мы говорим о России вот мы очень часто действительно напоминаем Иванов Роства не помнящий своего а ведь это очень важный момент ведь история многих вещей я не знаю там тяжелой промышленности автомобилестроения она неразрывно связана с какими-то вещами как такими вещами как история страны и ведь поддержание этого поддержание энтузиастов поддержание вот таких людей как вы это прежде всего наверное хорошо бы сказала именно о самом заводе о том и о государстве в целом вот об этом может быть стоит тоже задуматься я очень надеюсь что посмотрит эту программу может быть кто-то из руководства того же Горьковского автозавода может быть из Тольятти я не знаю там откуда угодно но тем не менее мне кажется что это нормальная ситуация когда люди пытаются люди работающие на этом заводе зарабатывающие деньги там попытаются воссоздать собственную историю пусть вашими руками ведь с них никто больше ничего не требует я могу сказать что нет никаких проблем то есть фактически ЗИЛ идет навстречу я могу сказать что нет никаких проблем от руководства ЗИЛа вот я сейчас делаю ЗИСы у меня целая линейка целая серия ЗИСов всячески помогает просто зеленый свет вот любая просьба даже не представляете вот с каким удовольствием и желанием помогают у меня нет никаких проблем вот особенно руководство ЗИЛа никаких проблем вообще нет я просто обратился вот Лаптиев директор завода я обратился к просьбе вот все открыли двери вот что касается реставрации документации какой-то технической помощи никаких проблем нет вообще а если говорить о горьковских машинах так как у меня сейчас линейка ЗИЛовская в основном я пока не касался но я думаю что из горьких заводов на данном этапе не будет никаких проблем а это принципиальная позиция собирать именно автомобили восстанавливать автомобили именно отечественного производства ну это не принципиально я просто люблю я во-первых россиянин ну как все мы свою историю ну вот мне очень нравится я просто это очень люблю и делать такие вещи которые знаете когда и поднимать уже из состояния трупа из состояния праха но чувство гордости алчность тут тоже присутствует приятно как бы ну это всегда приятно особенно если ты выполняешь какую-то работу и потом у реставратора с одной стороны неблагородное неблагодарное занятие потому что это требует очень много физических затрат материальных затрат но в конце концов ты видишь ну вот когда нечто ржавое у тебя попало или может быть даже частично утрачено и потом ты видишь это все восстановленное то есть ты получаешь какое-то удовольствие удовлетворение от собственной работы получаю колоссально и когда ко мне приезжают там гости люди здесь ничего кроме позитива это не вызывает вообще какая-либо другая деятельность в какой-либо другой деятельности это вообще редко бывает здесь только один позитив здесь только положительные эмоции а вот бывало ли что что-то не получается вот ну совершенно невозможно не восстановить нет предположим там аналога подобные детали каким образом выходить из положения на самом деле сплошь и рядом эти проблемы но мы берем просто время если что-то не получается это замораживается и что-то когда-то где-то появляется просто это держишь себя в голове общаешься ездишь видишь читаешь смотришь интернет знакомые и в итоге так иначе не знаю вот господь помогает вот как-то потихонечку все равно все ну кажется ну невозможно найти люди хренак через полгода что-то раз кто-то позвонил что-то привез нет как-то как-то все равно складывается вот прям с непреодолимой проблемой мы еще не столкнулись ни разу а даже так но это тоже важно и тут наверное еще помогает то что круг людей которые они в принципе ну действительно вот вы правильно сказали что все друг друга знают это тоже важный момент и соответственно зная о проблеме я всегда смогу ее решить для кого-то то есть держа в голове что есть проблемы предположим у вас я если вдруг случайно мне попадается эта деталь как быть вот у нас же отношение еще к машинам очень часто было какое машины бросали ведь я слышал неоднократные истории когда находили остовы уже можно сказать от автомобиля которые валяли из деревни они врастали в землю и вдруг вот это случайно кто-то нашел и взял и стал восстанавливать это ведь отношение к собственной истории подобное или просто вот нежелание людей и сам ням и другим не дам это знаете как собака это не нежелание это просто не знание это не имение информации люди относятся к этому к железу они просто не знают что это такое и когда вдруг выясняется они с удовольствием часто отдают да иногда там пытается нет я не отдам я буду делать сам ну пройдет год второй третий понимает что уже не может все равно чаще всего деньги не в ходу чаще всего люди хотят что-то обменять вот это вот очень важная часть реставрации вот я даже покупаю и нахожу какие-то вещи которые мне не нужны для каких-то моих проектов но я покупаю потому что я знаю что кому-то это нужно а у него есть то что мне нужно за деньги не продает а на что-то обменяться с удовольствием и тут очень много люди меняются а вот такой вопрос а сколько вот длится вот это увлечение у вас уже ну в работе собственно говоря около 10 лет наверное может быть уже 10 лет 9 или 10 лет а сколько вообще если вот в количественном отношении сколько было сделано и восстановлено сделано уже наверное 12 или 13 объектов полноценно то есть ну и это получается меньше 4 мотоцикла то есть это меньше чем больше чем одна машина в год ну чуть больше а кстати это зависит одна машина в год я буду доволен это зависит именно от того что несколько проектов ведется параллельно да а нельзя 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 вести один проект потому что очень много будет потери времени я веду сразу несколько проектов потому что если один замораживается мы другой там что-то нашлось мы возвращаемся один объект вести очень нецелесообразно. Очень большие потери по времени и по средствам. Потому что человек, сотрудник, жестянщик или моторист, он должен быть постоянно загружен. А мы же берем очень квалифицированных, дорогостоящих специалистов. Заработную плату надо платить, соответственно, нужен результат. Надо параллельно вести несколько объектов. Тогда все начинает как-то, как-то оправдываться. То есть, в принципе, если говорить, многие же решат, вот посмотрев программу, и я думаю неоднократно уже люди, которые смотрели, они могли сказать, да ну вот я тоже займусь, это принесет мне много денег. Здесь, наверное, стоит еще и сказать о том, что скорее это заберет ваши деньги. Потому что очень часто продать что-либо не имеет смысла и не оправдывает. Но это неплохо. Пускай пробуют, стараются, у кого-то не получится. Но раз проявляется интерес, значит, эти уже вещи все-таки уже не будут сданы металлолом. Ну, попытается, получится, хорошо, не получится, продаст. Ничего там страшного нет. Заняты с людей и чем-то интересным, и тоже хорошо. Ну, собственно говоря, лишь бы не пили. Вот я все так говорю. Ну вот, раз заняты, значит, поменьше будут пить. Уже хорошо. И, наверное, у нас немного времени остается до конца программы. Хотелось бы, может быть, еще вообще на будущее. Вот сейчас сказали, да, что-то. Что в проекте, помимо того, о чем мы говорили? Есть ли какие-то задумки на будущее? Понятно. Сами говорили, что нельзя останавливаться на достигнутом. Нельзя заканчивать. То есть только вот этим. Вот надо жить еще и дальше. Ну, из задумок у меня я очень хочу ЗИС-32. Это полноприводный ЗИС каким-то. У меня есть уже газогенераторный ЗИС. Это машина, которую я сделала на дровах. На чушках, на маленьких? Да, на маленьких чушках, да. Она у меня практически комплектная. Я не хочу ее начинать, пока полностью не скомплектую. Какие-то мелочи у меня остались. И вот после того, как я реализую ранее сказанное, вот двигаться будет. Я надеюсь, к этому времени я скомплектую вот именно газогенераторный. И, надеюсь, все-таки найду ЗИС-32. Это такие как бы вот прям задумки. Это вот основные, фактически основная работа, основные направления. Ну, у меня делается еще ЗИС-110 кабриолет. Он у меня тоже на заключительной стадии работы. У меня сейчас в работе Вандер 25-й компрессорный. Это уже немецкий. Я как-то его показывал на выставке. Да, была. В том виде, в котором я ее нашел. У меня в работе Хорьх 853-й. Тоже немецкий. Это красиво. Это ужасно красиво. Я когда-нибудь хочу разбогатеть, отреставрировать свой Хорьх. И он у меня будет элементом интерьера моей спальни. Жена к этому уже готова. Но мечтаю, работаю, что-то делаю, что-то получается. Ну, думаю, с Божьей помощью. Ну, и, прошу прощения, и целый ряд мотоциклов у меня в работе. Проблема с специалистами. То появляется, то уходит. Но медленно, но двигается. Получается, что... Вот судьба, кстати, автомобилей, которые отреставрировали, что с ними происходит дальше? Но, на самом деле, проблема. Они у меня стоят в ангаре, холодном. Боюсь отдать в какой-либо музей, потому что многие не оформлены. У них нет документов. Это тоже проблема. У нас еще немножко это не организовано, не систематизировано. Но, думаю, в ближайший год-два эти проблемы будут решены, будут механизмы у закрауни. Тогда я с удовольствием отдал бы в какие-то музеи. Ну, и надеясь все-таки, что я сделаю свой собственный музей какой-то небольшой, где те работы, которые я провожу, будут там выставлены. Но это тоже мечты. Ясно. Огромное спасибо, что пришли. Хочу пожелать вам удачи. И все, чем вы занимаетесь, вот сколько я смотрю, наблюдаю за вашей мастерской, она действительно делает, ну, на мой взгляд, это удивительная вещь, когда вот из куска железа, ржавого, проржавого, иногда даже половина утрачена автомобиля, больше 70% утрачена. И потом ты видишь готовую машину, это действительно впечатляет. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что существуете. Это и дай бог вам здоровья и сил. И чтобы на все хватало времени. Спасибо и вам, наши уважаемые телезрители. Но на этом, в общем-то, программа «Это» заканчивается. Но мы не заканчиваем цикл программ с 15-й галереи Ильи Сорокина. Смотрите телеканал «Автоплюс». И я думаю, что мы расскажем еще об очень многом и очень интересном. Всего вам доброго. До свидания.